Добрый вечер в Украине 20.00. Вы смотрите подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Куда теплотрасса доведет? Долго ли украинцы будут заложниками безотопительного сезона? Перезимуем без субсидий? Кому Кабмин предоставил возможность опармлять рассрочку на коммуналку? Ужин в Берлине. Что уже известно о ходе переговоров на «Романдской четверке»? За что берут солдаты? Сколько стоят мечты главного военного комиссара Тернопольской области? Итак, отопительный сезон стартовал не для всех. Мерзнут в Кропивницком, Сумах, Николаеве, Севердонецке. Температура ночью опускается ниже нуля, а батареи холодные. Вопрос, где тепло сегодня поднимали на Кабмине, в чем причина отсутствия отопления в регионах и какие решения все-таки приняли в Киеве, расскажут мои коллеги. В Кропивницком без тепла почти две сотни многоэтажек, холодные батареи до сих пор и в шести детских садах. Группы отапливают обогревателями, но и это не спасает. На градуснике чуть выше 15 тепла. Мы отопляем пока выгревателями. С одной стороны, если выгревать, с другой стороны, то, в принципе, пока болезненно. Одеваем и колготки, и водолазочка, и пижамки сверху, и плюс батьки, которые приносят в отъемку. Родители просят забирать детей после обеда. Привела дитину только до обеда, до сну, потому что лежечки все очень холодные, и даже сами выхователи не рекомендуются. Дитина перехворила влитку, в реабилітационный период, и приходя сюда не хочется, чтобы дитина заново перехолоджировалась. Причина – массовый порывет теплосетей. Бригады работают в усиленном режиме. Хотелось бы намного эффективнее начать эту работу безаварийно, но, на превеликий жаль, в связи с великим взносом мереж теплопостачания, велика кількость выникла порывов при подключении уже безпосередньо объектов. Ну а как поведет себя теплосеть после запуска отопления в Николаеве, пока никому неизвестно. Этим летом из-за отсутствия финансирования тепловики практически не готовили систему к отопительному сезону. Николаевские котельни пока стоят без дела. Из-за долгов перед НАК «Нафтогаз» компания не выделила коммунальщикам лимиты на газ. Вентили закрыты, батареи ледяные во всем городе, в том числе и в больницах. Здесь спасаются все теми же электрическими обогревателями. В отделении для грудничков пришлось даже протянуть отдельный электрокабель. То, что мы заблаговременно проложили данный кабель, это позволяет нам соблюсти весь комфорт и лечебный процесс в отделении. Особенно в доконке находятся очень маленькие детки. Ночью теплее. Что там можно есть? В палатах еще относительно тепло, благодаря тому, что два года назад стены больницы утеплили. Но в мороз, без отопления, помещение все равно остынет. Николаевские школы с сегодняшнего дня и вовсе закрыли на внеочередные каникулы, пока до конца недели. В классах температура около 10 градусов. Городские власти ситуацию не комментируют. Сегодня вопрос об отоплении в Николаеве, Кропивницком, Сумах, Запорожье, Донецкой и Луганской областях подняли на заседании Кабмина. Затемка подключения саможитового сектора, она поляга в том, что до сих пор не укладены договоры с «Нафтогазом». Само в этих областях документы надеялись уже после 10 жевня. Луганская область, Северодонецк. Лекарин, 12 лекарин не подключены. По районам Сумской области не подключают 25 катенов, не опаливаются 58 мочковых закладок. Я просил, что вы на этом сконцентруйтесь, пожалуйста. Кабмин постановил обязательно «Нафтогаз» заключить договоры о поставке топлива, несмотря на задолженность. Вышло постановление правительства о том, что мы обязаны поставлять газ и для этих категорий потребителей. То есть ситуация будет решена и для школ, больниц, садиков. Все будут с теплом, все будут в порядке. В Николаевском теплоэнерго информацию из «Нафтогаза» подтвердили. Обещают запустить котельни буквально сегодня ночью и к утру начать подавать тепло в дома и учреждения. Вечером уже начнем подключать, включать котельные и подключать население к отоплению. До пятницы полностью 90% тех потребителей идут с теплом. Впрочем, николаевцы не спешат радоваться. Вопрос в том, не повторится ли ситуация, как в Кропивницком, когда изношенные трубы не выдерживают давление и система центрального отопления все равно не работает. Кирилл Ющишин, Елена Брынза, Игорь Попов, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. В любом случае, за отопление придется платить и платить по новым тарифам. А это, напомню, сумма внушительная. Почти 33 гривни за квадратный метр. Тем, кто не получает субсидию, правительство предлагает рассрочку. Сегодня на заседании Кабмин принял такое решение. Как это работает? Для начала надо написать заявление поставщику услуг. И в этом же месяце оплатить только половину суммы счета. А вторую половину, без процентов пении штрафов, можно выплачивать до апреля-сентября следующего года. Таким образом, оплату можно растянуть фактически на год. Поставщики в обмен на это получат компенсацию. Такая постанова может позволить тем споживачам, которые не претендуют на субсидии с каких-то причин, уменьшить свое финансовое монтажение против опаливального периода. Она есть заявницей, кто желает, может ее использовать. И вот как сегодня с трибуны парламента депутаты комментировали инициативу правительства предоставлять услуги ЖКХ в рассрочку. Парламент занимается переименованиями. Парламент правительства предлагает рассрочку по платежам за коммунальные платежи на 12 лет. Скоро будут предлагать кредиты, брать для того, чтобы за тепло заплатить. А заниматься парламент должен борьбой с бедностью, повышением минимального уровня заработной платы и четким разработкой и имплементацией плана борьбы с бедностью. Где темчасовая следственная комиссия по тарифам, по обгрунтованности тарифов, не ставят в порядок денный. В результате уряд пропонует уникальную такую ноу-хау. Это в рассрочку, чтобы люди за тарифы платили на 12 месяцев, чтобы им расписывали тарифы, которые они должны платить уже с этого месяца. Законопроекты нардепов Александра Вилкула и Сергея Каплина о повышении минимальной зарплаты вдвое до 3037 гривен сегодня рассматривал парламентский комитет и принял решение рекомендовать внести документы в зал для голосования. Разработаны они были на основании обращения к Верховной Раде, Федерации профсоюзов Украины и требований митингующих всеукраинского протеста, который состоялся в Киеве 6 июля этого года. Призрак советской энергетики. Госпредприятие «Укргидроэнерго» разморозило несостоявшийся проект постройки Каневской ГС. Кто заплатит за стройку Века и во что она может вылиться для этого региона? Материал моих коллег. Горы, лес Днепр. Это одно из уникальных мест центральной Украины – Каневские горы. Журналист Дмитрий Иванов проводит экскурсию по селу Бучак. Найбільшая точка – это гора Виха. До речи, так же археологический памятник Каскевских городов. Скоро этот пейзаж могут дополнить трубы, огромнейший бассейн и турбины Каневской гидроаккумулирующей электростанции. Это нереализованный проект советских энергетиков. О нем вспомнили в 2007-м, а в 2013-м Кабмин утвердил проект строительства. С тех пор госпредприятие «Укргидроэнерго» ищет деньги на его реализацию. У международных банков под госгарантией энергетики просят миллиард евро. На эти деньги в Каневских горах построят огромное водохранилище. Туда из Днепра планируют закачивать воду и спускать обратно со стометровой высоты, вырабатывая электроэнергию. Активисты уверены, будущее ГАЭС – потенциально опасное предприятие. Ведь после аварии на Чернобыльской АЭС Канев входит в четвертую зону отчуждения. Банку воды давайте возьмем одну и насыпем туда мул, песочек. И если мы с ней перельем, а потом назад вернем, то, конечно, будет перемешивание этих пластей воды. И, конечно, с мула будут подняты радиоактивные элементы. Под угрозой и территория Каневского природного заповедника искусственное течение размоет легендарные змеиные острова. Да и глиноземные горы могут просто поплыть, уничтожив Каневское побережье, беспокоятся биологи. Что может причинить в один прекрасный момент? Саяно-Шушинский синдром. А больше было природным? Шлепнуть это все сюда. Тем не менее, в районе уже прошли слушания возможностей строительства ГАЭС. Она необходима государству, заявляют в Укргидроэнерго. Будет уменьшено количество пусков блоков тепловых электростанций при работе Каневской гидроаккумулирующей станции, что позволит в итоге сэкономить импортируемые энергоресурсы, такие как газ, как уголь. Это порядка 120 миллионов кумометров газа в год и полумиллиона тонн угля тоже импортируемого в год. В случае аварийных ситуаций. Станция сможет на протяжении 3-5 минут раскрутить полностью мощность своих гидроагрегатов и таким образом дать энергию в систему. Накануне Международные банки подтвердили, что готовы выделить кредит на строительство Каневской ГАЭС, говорят энергетики. И уже отправили письма о поддержке проекта в Кабмин. Наталья Савченко, Станислав Кухарчук, Александр Пантелеймонов, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкасская область. В Кабмине сегодня создали офис для поддержки инвестиций. В экономику страны. Этот консультативный совет при премьер-министре будет заниматься привлечением международных инвесторов и сопровождением их вложений. В правительстве очень рассчитывают на появление новых предприятий, поскольку пока ситуация неутешительна. Треть украинских промышленных предприятий в первом полугодии понесли убытки, которые превысили 50 миллиардов гривен. Не допустить остановку и возобновить работу временно простаивающих предприятий призывают украинские работодатели. Сегодня наша тенденция, мы идем все вниз, вниз, вниз. То есть у нас идет программа. Одно предприятие закрыли, другое закрыли, третье закрыли. Я бы хотел, конечно, чтобы мы каждый день медленно, не спеша открывали какое-то предприятие. Не новое даже, а старое восстанавливали, которое бы запускались. И сразу восстанавливаются рабочие места. В зоне АТО один военнослужащий погиб, и еще один получил ранение во время обстрела в районе Мариуполя. Боевики более полусотни раз обстреливали позиции армейцев. Активизировался неприятель и в Луганской области. Там используют не только минометы, запрещенных минскими договоренностями калибров, но и ствольную артиллерию. Об обстановке на передовой подробнее расскажет Ирина Баглай. Эти крайние позиции наших военных каждую ночь под обстрелом. Ближайшая оккупированная Калинова. Вот по прямой видно промзону, где боевики держат как минимум две самоходные артиллерийские установки. Именно из них, говорят армейцы, и били боевики поп-опасной, когда снаряд попал в городскую больницу. Если по мирным городам чаще работает вражеская артиллерия, то для крайних позиций армейцев боевики не жалеют мин. Огонь боевики открывают в ночное время, когда миссия ОБСЕ покидает прифронтовые зоны, а камеры наблюдения не могут зафиксировать орудия. Видим вспышки исходящие, слышим выстрел исходящий, и видеть они в основном стреляют в невидевое время, это ночью. Против пехоты наемники используют запрещенное оружие, кассетные снаряды, реактивных установок, град партизан. Были кассетники, предположительные ограды, вышло три выстрела, разрываются в воздухе, потом рассыпаются, идут разрывы. По характеру похожий на ВОХ, на 25, но на самом деле, ну, больший взрыв. В очередь поражения, получается, где-то метров 500-400, один разрыв накрывает. Саму же технику прячут на заводах и в промышленных зонах, чтобы их не могли засечь беспилотники наблюдательной миссии. Основные силы стянуты в стаханов. Туда, подтверждает в Главном управлении разведки, боевики перебросили танки, САУ и грады. Армейцы к такому оживлению противника относятся спокойно, и мысли не допускают об отступлении. Тем более после того, как на нулевом рубеже установили памятник в честь погибшего побратима Сергея Шацких. Волонтеры прислали памятник, мы как смогли оформили, последний его выстрел, ну и личные вещи. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Луганской области. Подробности телеканал Интер. Сотрудники миссии ОБСЕ сетуют, что не могут эффективно работать из-за засекреченности некоторых документов в рамках минских соглашений. Об этом заявил первый замглавы ОБСЕ в Украине Александр Хук. По его словам, мониторинговая миссия делает все возможное в рамках своих полномочий на Донбассе, но, к сожалению, никто не знает, о чем на самом деле договорились в Минске. При этом Хук так и не уточнил, какие конкретно засекреченные документы мешают эффективной работе контролеров. Минские соглашения – это одна из важнейших тем сегодняшней встречи Нормандской четверки в Берлине. С нами на связи моя коллега Татьяна Лагунова. Она находится в столице Германии. Таня, здравствуй. Расскажи, началась ли встреча и как долго, как надолго, по твоему мнению, она затянется? Да, Наталья, переговоры уже идут, и начались они около двух часов назад. Первыми в канцлерамт – это рабочая резиденция Ангела Меркель. Прибыли Петр Порошенко и Франсуа Лант, и лидеры провели трехстороннюю встречу. Ну а позже, буквально полчаса назад, к ним присоединился и президент России Владимир Путин. То есть мы можем сказать, что нормандская четверка заседает уже где-то полчаса. Ну что еще? Это первая встреча лидеров четверки в таком формате более чем за год. Поэтому как долго будет продолжаться эта встреча, не берется гадать никто. Даже немцы, которые так любят точность и пунктуальность, на этот вопрос отвечают очень туманно. Мол, как пойдет. То есть не исключено, что к журналистам политики выйдут далеко за полночь. Наталья? Таня, что тебе известно о других темах этой встречи? Каких заявлений мы можем ждать после ее окончания? Как ты думаешь? Наталья, ну ожидания от этой встречи, мне кажется, довольно точно сформулировала ее хозяйка Ангела Меркель. Мол, чудо ждать не стоит. Но сейчас очень важно, честно и беспрекрас оценить, на какой стадии находится реализация Минского пакета. И что, собственно, мешает двигаться дальше. Позиции Киева и Москвы известны. Украина настаивает сначала полная безопасность, включая контроль на центральный блок, ну а потом уже политика выборы на Донбассе. Ну а Россия же хочет, чтобы эти процессы происходили параллельно. Так что, скорее всего, сейчас за нормандским ужином лидеры ищут компромисс по этому вопросу. Будет ли прорыв или хотя бы какой-либо намек на прорыв станет, понятно, по завершению переговоров. Но нам уже известно, что все вместе, вчетвером к журналистам лидеры не выйдут. Франсуа Аланд и Ангела Меркель проведут совместную пресс-конференцию. Петр Порошенко пообщается в СМИ отдельно. Но о планах Путина вообще ничего не известно. Наталья? Спасибо, Татьяна. Татьяна Лагунова о встрече Ангела Меркель, Франсуа Аланды, Петра Порошенко и Владимира Путина, которые в эти минуты проходят в Берлине. Переговоры в Берлине – это также топ-тема сегодня в Верховной Раде. Нардепы думали, гадали, чего ждать от этой встречи, даже призывали мир помочь. За какие резолюции они сегодня голосовали в парламенте, расскажет Ольга Рыцарь. Пока в Берлине нормандская четверка только готовилась к встрече, депутаты уже с самого утра успели ее обсудить. Повестку дня отложили на потом и считают, в Берлине сегодня судьбоносные для Украины события. Сейчас на Украину делается шаленный тиск. И, в принципе, на превеликий жаль, этот тиск идет, в том числе и со стороны некоторых европейских политиков. Я не представляю себе, каким образом это вообще можно говорить в условиях, когда Россия не выкнула никакого пункта Минских угод. В кулуарах только догадки, какие требования будут к Украине и на какие уступки пойдет Петр Порошенко. Все это пока тайно, но нардепы уверены, на этот раз результаты переговоров точно будут. Этому должна способствовать и последняя резолюция ПАСЕ. После парламентской асаблеи, где четкая резолюция ухвалена с оценками того, что Россия агрессор не только в Крыму, но и на Сходе, про то, что санкции должны быть продолжены. То есть, как-то немного легче стало на душу, потому что это была позиция органа, который представляет 47 стран Европы. Сейчас мне кажется, что никто бы не ехал на такую встречу без погоджения предыдущих документов. Мы надеемся, что на встрече сегодня будут приняты решения, которые позволят разблокировать мирный процесс и продолжить движение Украины до мирного регулирования конфликта на Донбассе. Потому что сегодня это главная проблема в стране, главная перешкода для нормального развития нашей страны. Резолюция ПАРЭ, как органа Европейского парламента, даёт возможность подальшим переговорам. Да, мы пойдем на какие-то поступки, но это не должна стражать наша независимость. Потому что то, что хотят россияне, они не хотят, чтобы мы контролировали кордон даже с ОБСЕ. Если вы хотите выборы на этой территории, то сначала там должны быть ОБСЕ и наши органы. Свою лепту в берлинские переговоры депутаты решили тоже внести. Подходят издалека. В одной из резолюций сравнили Сирию с Донбассом и призвали мир оказывать давление на Россию. Мы как раз и хотим закликать свет, консолидовать свои усилия, чтобы остановить Кремль, остановить Путину. Мы видим схожесть в проведении агрессивной политики России, как по отношению к Украине, так и Сирии. У меня вообще-то складывается впечатление, что такие постановки, они вносятся штучно и они могут вместить в себе, даже задум, внести деструктив в переговоры, может даже и взорвать их. То есть вопрос одно, принятие постановки такой с голосом, оно приближает установление мира на Донбассе, или нет? Однозначно, что нет. Но депутаты за резолюцию проголосовали, и не только эту. Еще одно обращение к Европе. Просит закрыть глаза на негативные результаты голосования в Нидерландах по поводу соглашения об ассоциации Украины с ЕС. И призывают голландское правительство что-то придумать. Мы имеем ситуацию, когда 0,6% от загального численности населения Европейского Союза проголосовали против ратификации угодов с Украиной. У нас существует необходимость закликать уряд Королевства Нидерланды, вместе с институциями Европейского Союза, принимать вываженное решение. И такое решение, чтобы оно не дискредитировало выбор Украины, европейский выбор Украины. Мы должны предложить нидерландской стороне выход из этой ситуации, которая имеет абсолютно внутренние для них корни. А напоследок Рада продлила работу международной миссии по расследованию катастрофы малайзийского Боинга до августа следующего года. С такой инициативой выступили голландцы. И хотя миссия уже завершила техническую работу в Украине, главные усилия теперь сконцентрируют на подготовке доклада. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Вадим Сферидонов. Подробности телеканал Интер. МИД в Бельгии вызвал на ковер посла России. В Брюсселе от Александра Таковинина прежде всего ждут объяснения относительно обвинений в бомбардировке в Сирии. Представитель российского МИДа Мария Захарова ранее заявила о том, что бельгийская авиация нанесла удары по мирному населению в сирийском Алеппо. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс опроверг эти обвинения, назвав их безосновательными и потребовал официальных объяснений. В Ираке продолжается битва за Масул. Иракская армия вместе с курдскими отрядами продвигается к городу. Боевиков бомбит авиация коалиции и уже имеет преимущество. Но какими новыми бедами это может обернуться? Расскажет Сергей Ауслендер. Внешне все выглядит вполне успешно. Коалиция продвигается вперед, отражая контратаки боевиков. Отряды курдской пешмерги выполнили свою главную задачу после тяжелейших боев, захватив восточные пригороды Масула. Мы сейчас удерживаем эти районы, чтобы отсюда перейти в наступление на город. Наш боевой дух очень высок. Мы смогли отразить атаки ИГИЛ, когда они были очень сильны. А сейчас они существенно ослаблены и не могут сравниться с нами в боевой мощи. Иракская армия наступает с запада и тоже теснит террористов. Захвачены окрестные деревни и господствующие высоты. Армия двигается медленно, сметая позиции боевиков ураганным артиллерийским огнем. Около сотни самолетов поддерживают наступление. Шансов у ИГИЛ нет, но сдаваться исламисты не собираются. Над городом висит густое облако черного дыма. Боевики подожгли нефтехранилище, чтобы затруднить действия союзной авиации. На пути у атакующих мины ловушки. Целые здания превращены в гигантские фугасы. Рвы заполнены нефтью. Активно действуют смертники, которые на автомобилях со взрывчаткой таранят бронетехнику. Американцы опасаются, что в самый разгар боев за город террористы могут использовать химическое оружие, как это уже бывало. Точнее, даже если у них есть такое оружие, они применят его не колеблясь. Аллаху Акбар! У ИГИЛ сейчас довольно простая задача. Не пытаться удерживать город, а нанести наступающим максимальные потери. Военная наука пока придумала только два способа штурмовать города. Или зачистка дом за домом, квартал за кварталом, или просто разрушить город артиллерийским огнем. Учитывая количество мирных жителей в Масуле, оба этих варианта будут иметь катастрофические последствия. Но все же главный вопрос, а что будет дальше? Боевики ИГИЛ частью будут перебиты, частью уйдут из Масула. Причем уйти они могут лишь в Сирию, что только ухудшить ситуацию в этой стране. А главное, никуда не денутся противоречия между суннитами и шиитами, на которых и вырос халифат. Недаром шиитские отряды так рвутся освобождать Масул и открытым текстом обещают устроить там резню суннитов. Если не будет действительно выработан план по успокоению ситуации, и как можно сбалансировать все вот эти силы, то мы увидим, что, возможно, не ИГИЛ, но какая-то другая радикальная суннитская террористическая организация вновь придет на смену тому, что происходит сейчас. Но о таких отдаленных последствиях ни в Багдаде, ни в Вашингтоне никто, похоже, сейчас не думает. Иракская армия наступает. Впервые налажено взаимодействие с курдами. Военные успехи на первом месте. Падение Масула лишь вопрос времени. Операция Фатах в самом разгаре. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Целую банду коррупционеров поймали на Киевской таможне. Трое сотрудников, включая начальника управления и еще один их бывший коллега, наладили систему поборов с иностранных компаний. Импортерам настойчиво рекомендовали дать взятку нужным людям. Взамен занижалась стоимость товаров при растаможке. Дела, видимо, шли неплохо, поскольку при обыске прямо на рабочих местах таможенников нашли полтора миллиона гривен. Около полусотни человек в камуфляжной форме с автоматами, как сообщили в главке нацполиции, работают одесские оперативники. Таможенников подозревают в афере на 15 миллионов гривен. По предварительной информации, они помогали одному из сумских бизнесменов доставлять товары из Китая в Украину без уплаты налогов и сборов. По такой схеме удалось ввести более 300 контейнеров с тканями. На таможене уверяют, что обыски незаконны. Если среди лав митников, а это были, на жаль, такие случаи были, будет находиться злочинец, и это будет доказано, митница первая будет его извинувачивать, и первая будет очищаться от этих негидников. Но, когда забегают люди с автоматами, в масках, не представляющись, и приниживающие гидность люди, я уже накажу посадовую особу, гидность люди, кладут ее на пол, держат 40 минут, потом ставят в круг, в коло, и еще 2 часа люди стоят. Ну, извините, мы в правовом государстве живем, или нет? И очередной чиновник погорел на взятке. Председателя одного из сельсоветов Бородянского района Киевской области взяли на горячем, спецоперацию нацполиция провела совместно с военной прокуратурой. За 14 тысяч долларов чиновник обещал выделить земельный участок. Теперь подозреваемому грозит срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. А в Тернопольской области на крупной взятке попался главный военный комиссар. Но надо отдать должное, денег он ни у кого не просил. О чем же мечтал тернопольский комиссар, и во что ему это может выльяться, расскажет Галина Якушко. Скромное деревянное шале, обязательно с мансарда и камином. Эти мечты главного военного комиссара Тернопольской области Владимира Катинского должен был исполнить его подчиненный. И все ради того, чтобы сохранить должность в районном комиссариате. Цена вопроса 10 тысяч долларов. Работы подчиненный обязан был выполнить до Нового года, чтобы Катинскому было где праздновать. Ну и конечно, соорудить все надо на своем земельном участке. Катинскому комиссар районного военного комиссару мав за вказані кошти, за свои кошти в эквиваленті 260 тысяч гривен, побудувати деревянный дом військовому комиссару Тернопольской области. За свои кошти, для того, чтобы кто-то залишил его на штатной посаде и не створил перешкод в дальней службовой деятельности. Планували, так скажем, побудовать дом на земельной площадке, которую он получил как участник антитеррористической операции на Сходе Краины. Но мечте Катинского о праздновании Нового года не суждено было сбыться. Подчиненный сдал начальника сотрудникам СБУ. Те вместе с военными прокурорами задержали Катинскому на горячем в рабочем кабинете. Был укладен певный договор військового комиссара с подрядной организацией для выполнения работ по строительству, вказанному в доме. И именно наш заявник проплатил часть денег денег в размере 66 тысяч гривен. И после этого принес прибутковый кассовый ордер, документ, который подтверждил право о том, что деньги были внесены на соответствующий рахунок. В кабинете военный комиссар Тернопольской области держал не только военные билеты, но и целый арсенал оружия. В кабинете указанной службы особой выявлено деньги деньги в эквиваленте близко 5 тысяч долларов США, купа талонов на пальне, гранату. И набой до пистолета. Оружие правоохранители изъяли. Сам Катинский находится сейчас в следственном изоляторе. Завтра ему будут избирать меру пресечения. Прокуроры настаивают на аресте. Так что Новый год Катинскому, возможно, придется встретить в СИЗО, а не в новом доме. И следующие 10 лет провести за решеткой. Именно столько грозит тернопольскому комиссару за получение взятки. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Руководителя НАБУ Артема Сытника подозревают в сокрытии доходов. В частности, в том, что он не задекларировал две квартиры. Генпрокуратура уже открыла уголовное производство по этому делу. Об этом сообщил нардеп Сергей Каплин. Он же и подал обращение в ГПУ с просьбой провести эту проверку. Генпрокуратура будет доведена причетность пана Сытника до этого, я считаю, тяжелого коррупционного правопорушения. Мы будем требовать его покарания и освободения с посады. Загикатись про коррупцию, бороться с коррупцией и с коррупционерами должны кристалленно честные люди. Подавать электронные декларации чиновники особо не спешат. На данный момент за 11 дней до закрытия реестра свои данные внесли всего 9 народных депутатов, 6 заместителей министра, 5 сотрудников администрации президента. Глава нацагентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак уверяет, что почти все декларанты первой волны, а это 43 тысячи чиновников, зарегистрировались в системе, но окончательный вариант пока не подали. На 90% заполнил свою декларацию и премьер Гройсман. Он сообщил, что подаст ее до конца этой недели, либо в начале следующей, и призвал всех чиновников не бояться. Я хотел бы всех застерегти от любых спекуляций на эту тему, чтобы ни у кого не было думки, что нужно что-то куда-то изменить, або что-то там еще сделать. Не нужно. Нужно пройти это. Я так думаю, что это приблизительно для кого-то, как прыгнуть с парашютом. Очи закрыли, выпрыгнул. Вот один раз это нужно сделать. И все, и все станет на своем месте. Не боитесь, кто боится. Министр инфраструктуры Владимир Амелян на своей странице в Фейсбук написал о том, что Новак отстоял свое честное имя в суде. Напомню, что украинские железные дороги также возглавляет поляк Войцах Бальчун. В Запорожской области новый прокурор Валерий Романов. За что уволили предыдущего, узнаем от Сергея Бордюжа. Виновные в разгоне Запорожского Майдана не осуждены. Целый ряд резонансных уголовных дел в времен Януковича не расследован. Плохая раскрываемость преступлений и личный конфликт с главой области. Все это обнаружили ревизоры генпрокуратуры, проверявшие деятельность областного прокурора Александра Шацкого, что и стало причиной его увольнения. Есть также проблема недотребления режима секретности. В чем оно полагает, не подходит поведомлению. Но в результате этой проверки Служба безопасности Украины избавила областную прокуратуру и областного прокурора право на ведение секретной деятельности. Лицензия аннулирована. Это ЧП. Исправлять ситуацию теперь будет новый прокурор. Им стал Валерий Романов. Ему 50 лет. Работал в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Генпрокуратуре. В Запорожье перевели из Харькова. По профессии юрист, по призванию следователь. Не богат, но есть яхта. Это не та яхта, которая пышенебельные рестораны. Это обыкновенная спортивная яхта, где спят в гамаках и гоняются по высокой волне. Задача Романова от Юрия Луценко – реальная борьба с коррупцией, делибаном земли и коммунальной собственности и доведение до суда зависших уголовных производств. Со сменой руководителя в самой прокуратуре не исключают и кадровые чистки. Уже в ближайшее время. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности – телеканал «Интер». Сотрудники уголовного розыска совместно с полицией Полтавской области обезвредили банду автоугонщиков. В течение полугода они промышляли в Полтаве и Миргороде, а также на территории соседней Харьковской области. Пять человек задержаны, продолжаются обыски. Как сообщил начальник уголовной полиции Вадим Троян, преступная группа состояла из десяти человек, двое из которых работали в местной полиции. Мы доказываем уже им 20 эпизодов. Сейчас решается вопрос как раз на арештах. Сейчас проходят обшуки. Проходят на данный час 23 обшуки. До склада цієї группы нужно сказать, что входило также два полицейских. Мы это знали, они сейчас тоже затриманы. В Германии тяжело ранено четверо полицейских. Огонь по стражам порядка открыл член правоэкстремистской группировки, когда те пришли с ордером на обыск его дома. Полиция хотела проверить разрешение на хранение и использование огнестрельного оружия у 49-летнего мужчины, но он открыл огонь, едва полицейские приблизились к участку. Стрелявший задержан. Его имя пока не называют. Известно, что он входил в группировку рейхсбюргеров, которые не признают ФРГ государством и считают себя гражданами рейха с границами 1937 года. Они отвергают Конституцию и власть Германии, а также не платят налоги. Большинство из них придерживаются крайне правых взглядов. Взрослые не по годам. В Великобритании начали перебывать дети из миграционного лагеря в Калле. В прессе поднялась шумиха. На вид эти плечистые парни далеко не подростки. Многие выглядят гораздо старше 18 лет. Во всем разбиралась Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Сегодня прибыла третья группа детей из Калле. По европейскому законодательству Британия обязана принять мигрантов в возрасте до 18 лет, если у них есть родственники в этой стране. И поскольку лагерь во Франции подлежит зачистке, процедуру воссоединения юных беженцев с семьями максимально ускорили. Вот только многие британцы сомневаются, действительно ли в страну привезли ранимых детей, а не потенциальных террористов. Ведь среди новоприбывших ни одной девочки. А у некоторых беженцев журналисты рассмотрели седину в волосах, недетскую растительность на лицах и плечистые фигуры. Фотографии мигрантов прогнали через интернет-программу определения возраста. Меньше 20 никто не получил. В Министерстве внутренних дел подтвердили полной уверенности в возрасте мигрантов у них нет. Без паспортов и свидетельства о рождении этим парням просто верят на слово. Единственная проверка со стороны британского МВД беседа с психологом, который по внешнему виду и поведению определяет, сколько лет беженцу. Взрослый вид детей психологи оправдывает их непростым прошлым. А вот депутат парламента Дэвид Дэвис предлагает проводить более тщательные медицинские проверки и, к примеру, определять возраст по зубам. На него тут же обрушились с критикой врачи, мол, неэтично проводить такую процедуру без медицинской необходимости. Однако в ответ на сомнения британцев в МВД пообещали провести дополнительные проверки, взять отпечатки пальцев и уточнить прошлое новоприбывших. Впрочем, даже если юноши скрыли свой истинный возраст, отправить обратно их уже не смогут. Они уже на британской земле и официально могут просить об убежище. К слову, по статистике, большинство детей, которые просили предоставить статус беженца в Британии в прошлом году, после проверки оказались старше 18 лет. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Зонинг отчуждения, как одесские депутаты Одессу пляжей лишили. Скифские ресурсы, во что может вылиться Каневская ГЭС? Одесский припортовый завод все же уйдет с молотка. Кабмин утвердил условия уже второго конкурса по продаже химического гиганта. По-прежнему заявку на покупку должны подать не менее двух участников, как минимум один иностранный инвестор. Срок продажи продлили до 7 января, но все же надеются приватизировать предприятие до конца года. Стартовая цена снижена почти в два с половиной раза. Это 5 миллиардов гривен или 200 миллионов долларов. Но при этом инвестор должен оплатить долги завода, в том числе и перед нафтогазом, который до конца года будет обеспечивать ОПЗ топливом. В целом задолженность этого предприятия около 300 миллионов долларов. Глобально сейчас все химический галаз перебывает где-то в кризисе. Я буду говорить о том, У нас действительно больше 5 участников, которые имеют разный интерес к этого завода. Сейчас оживились контакты, диалоги. Напомню, ОПЗ уже пытались продать этим летом. Один из крупнейших производителей аммиака, карбамита и азотных удобрений оценили в полмиллиарда долларов. Но сумма оказалась неподъемной для потенциальных инвесторов и никто не подал заявку на участие в этом акционе. В Одессе на сессии Гурсовета депутаты сегодня приняли скандальный городостроительный документ, так называемый зонинг. Против него на протяжении полугода выступали активисты, утверждая, что зонинг окончательно развяжет руки застройщикам и в Одессе в итоге исчезнут парки, скверы, а на морском побережье и в историческом центре появятся новые многоэтажки. Несколько раз голосование по проекту откладывалось. И вот вчера власти вдруг неожиданно созвали внеочередную сессию. При этом утверждали, что в документ внесены поправки с учетом мнения общественности. Активисты говорят это неправда и теперь собираются опротестовать принятое решение в судебном порядке. Кроме этого депутаты от оппозиционного блока заявляют, что уточненный проект зонинга появился на сайте Горсовета только вчера вечером. То есть времени, чтобы изучить это положение просто не было. Есть подозрение, что депутаты физически не смогли ознакомиться с документами, предоставленными на сайте Одесского городского совета в соль позднее время, поэтому голосовали вслепую. Абсолютно непонятно, что было внесено, вот, куда было внесено, на основании каких документов. Очень многие важные замечания учтены не были. Вот это нас категорически не устраивает. Польша нашла альтернативу российскому газу. Корючее планируют покупать в Норвегии. Новый проект имеет два названия Северные ворота или Норвежский коридор. Газопровод этот хотят протянуть по дну норвежского шельфа через здание в Польшу. Согласно проекту, объем поставок газа может составить 10 миллиардов кубов в год. Кроме Польши на норвежский газ могут рассчитывать страны Балтии, а также Чехия, Словакия, Венгрия и даже Украина. По сравнению с российским Северным потоком-2, который экспортирует около 55 миллиардов кубометров газа в Европу, новый норвежский проект не будет столь масштабным, но может стать одной из альтернатив. Норвегия занимает второе место после России по величине экспорта газа в ЕС. Момент истины. В Лас-Вегасе сейчас идут последние приготовления к теледебатам Трампа и Хиллари. И для каждого кандидата именно этот момент может оказаться решающим. Шансом за 90 минут эфира сравнять очки или проиграть, не дожидаясь дня голосования. В столице игорного бизнеса, ставшей сейчас еще и городом большой политики, находится мой коллега Дмитрий Анопченко. В самом сердце Лас-Вегаса на Стрипе, где реклама стоит миллионы и где с огромных видеоэкранов призывают увидеть лучшие здешние шоу, теперь появилось еще одно предупреждение. Ну, не пропустите, только сегодня и только в Лас-Вегасе третьи решающие дебаты. И еще несколько месяцев назад скажи кому-то, что политики, да еще и в Вегасе будут способны на шоу, смотрибельность которого побьет рейтинги и всех здешних звезд вместе взятых не просто не поверили, засмеяли бы. Ведь третьи президентские дебаты в зрелище здесь традиционно скучное. Политики за несколько недель до выборов боятся рисковать и поэтому всегда до тошноты политкорректны. И только в этот раз все похоже будет абсолютно по-другому. Ведь впервые в гонке участвует кандидат, который не играет по правилам. И зачастую даже советов собственной команды не придерживается. Поэтому Трамп будет атаковать. В этом уверены все. И какие бы темы не выбрал модератор уже сейчас понятно. Противники вряд ли станут придерживаться сценария. А в лучших традициях Лас-Вегаса перейдут к обмену ударами. Клинтон вылетела в Вегас накануне вечером, чтобы в день дебатов проснуться отдохнувшей. В догонку от ее штаба полетело требование в комиссию по президентским дебатам. Внести изменения в сценарий. Отказаться от рукопожатий. Причем даже между членами семей, которые придут поболеть за обоих, мол, жена Трампа Миланья к Биллу даже приближаться не должна. Миссис Клинтон за все эти пять дней не дала ни одного интервью. Готовилась к дебатам. Трамп наоборот. Воспользовался ее отсутствием в эфире, чтобы сделать громкие заявления. В том числе пообещал ограничить срок пребывания конгрессменов в теплых кабинетах, чтобы страна менялась. И это добавило ему баллов, но не настолько, чтобы приблизиться к сопернице. Но в обоих штабах теперь побаиваются, что сегодня обсуждать придется вовсе не реформы. Мол, как бы в день дебатов никакой новый компромат не всплыл. Понятно, что по мелочам уколами обменяются. Понятно, что разогреют публику. Уже и дальнобойщики объявили, что отель Трампа в Вегасе намерены пикетировать. Уже и сводного брата Обамы в зал пригласили. А тот вовсе не Хиллари поддерживает. Уже и Клинтон в ответ позвала миллионершу республиканку, которая поддерживает и финансирует вовсе не республиканца Трампа. Но все опасаются, что кандидаты на этом не остановятся. Слишком уж высоки ставки. И даже все знающие букмекеры смущены. По их данным, пока что в лидерах Хиллари. Ну и прогореть боятся. Ведь ситуация настолько шаткая, что нескольких ошибок одного из дуэлянтов и нескольких удачных атак другого достаточно, чтобы спутать как ставки кандидатов, так и тех, кто в ходе этой кампании ставил на Трампа и на Хиллари. Так что Вегас, который, казалось бы, уже ничем не удивить, впервые будет смотреть эти дебаты как шоу, равного которого тут еще не видели. И это, пожалуй, единственный случай, когда знаменитое здешнее правило, что было в Вегасе и остается в Вегасе, в этот раз все-таки не сработает, потому что, ну как можно оставить в Вегасе те слова, которые кандидаты уже через считанные часы скажут друг другу и те поступки, которые они намерены совершить. Из Вегаса третьи президентские дебаты. Дмитрия Нопсенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. После секс-скандалов Доминика Струсканна и Дэнни Баппена Франция становится все более нетерпимой даже к намеку на домогательство или пошлые шутки. О случае в прямом эфире, который вызвал волну, возмущение, подробнее расскажет София Гордиенко. Обычно вечернее ток-шоу не без элементов желтизны. Говорили о Ким Кардашьян и ее похищенных ценностях. В студии двойник звезды танцовщица Сарай Рифи. Ведущего очень впечатлили формы. Этот жест стоит теперь Жану Мишелю Мару без сонных ночей и шквала критики в соцсетях. Мол, то, что он сделал, настоящий сексизм. Он чуть не расплакался, извиняясь. Защищать его пришлось самой пострадавшей. Жан Мишель мне принес в тот же вечер извинения, и я приняла их. Но это шоу в жизни обходится без извинений. Здравствуйте, добро пожаловать на живое шоу Марандини Лайф. Редакция информационного телеканала ИТЛЕ уже несколько дней бастует из-за назначения начальником вот этого человека, обвиняющегося в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним во время кастингов. То, что мужчины порой считают невинным для женщин оскорбление. Французское телевидение выпустило даже ролики, в которых показано, как сильный пол выглядит со стороны. Привет, пацанчики. Как делишки? Очень-очень-очень миленький твой галстучек. А джинсы, Фред, ты в отличной форме. Да чего вы, что мы такого сказали? Но пока наглядные примеры помогают плохо. Женщины, работающие в госучреждениях Франции от национальной ассамблеи до посольств по всему миру основали специальный сайт с историями о проявлении сексизма. Чтобы не было так страшно писать, художники оформляют заметки, как комиксы. Вот одна из последних. Народный избранник, говорит помощница, знаешь, а я никогда не спал с арабкой. Она отвечает, да и мне тоже не давилось давать по морде депутату. По статистике, 8 из 10 француженок становились жертвами сексистских шуточек и даже приставаний. София Гордиенко, подробности, телеканал Интер, Франция. На дорогах Сингапура появятся автобусы без водителей, в Малайзии переименуют хот-доги, а в Саудовской Аравии казнили принца. Об этом не только в нашем обзоре. В Саудовской Аравии казнили принца. Приведен в исполнение смертный переговор в отношении турки бин Сауда Аль Кабира. Два года назад суд признал его виновным в убийстве гражданина Саудовской Аравии в ходе массовой драки. После потасовки выяснилось, что принц убил своего друга. Член королевской семьи сам вызвал на место преступления полицию, после чего его задержали. Туркий бин Сауд Аль Кабир стал 134-м жителем страны, которого казнили в 2016 году. В Сингапуре начнут тестировать гибридные беспилотные автобусы. Специальные датчики позволят автомобилям передвигаться с учетом особенностей местного дорожного движения и климата. Кроме того, автобусы смогут заряжаться во время остановок. Когда такое транспортное средство появится на дорогах страны, пока неизвестно. В августе в Сингапуре запустили первое в мире беспилотное такси. Власти Малайзии потребовали изменить название хот-дог на халяльное. Такие рекомендации получили собственники заведений быстрого питания. Если требования не выполнят, у магазина могут изъять сертификат на торговлю. В исламе собака док считается нечистым животным и это слово не может иметь отношения к халяльной продукции. Иранец провел на стадион слепого друга и прокомментировал для него весь матч местной команды. Болельщики, сидевшие рядом, не остались в стороне. Добавляли свои эмоциональные комментарии. Пока один рассказывал об игре одной команды, другой комментировал действия соперников. Самые острые моменты матча пересказывали в несколько голосов. Морские свинки покорили Ютуб. Пользователь под ником ММБен опубликовал видео, на котором грызуны по имени Кастарт и Пабло на перегонке едят петрушку. За два дня ролик посмотрели более 44 тысяч человек. Также хозяин морских свинок устроил второй раунд соревнования по поеданию его питомцами клубники. Для своего последнего официального ужина в качестве первой леди США Мишель Обама выбрала роскошное платье итальянского модного дома Версачи. На торжестве присутствовал премьер-министр Италии Матео Ренци с супругой Агнезой Ландини. Первая леди Италии была в наряде от флорентийского дизайнера Эрманно Скирвино. В меню вошли любимые блюда жены американского президента. Сладкий картофель с шалфеем, стейки с брокколи, теплый салат из сквоша. Наш сайт подробностей Юэй и информация обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра.